Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я пришла посеять первый раз редиску в открытый грунт. И сейчас сниму весь этот процесс и покажу для тех, кто ни разу не сеял редис. Или может быть сеял редис, он сомневается, что делает это правильно. Вот сейчас наступил тот период, когда редиску можно посеять даже у нас в сибирском регионе. Я буду сеять редис на том месте, где потом буду высаживать помидоры. Поэтому я выбираю самые скороспелые с коротким сроком созревания. Вот 18-дневый. Это вот он от сходов до созревания плодов 20-25 дней у него. Посев редиса очень простая процедура, но нужно все-таки некоторые условия соблюдать. Землю, когда взрыхлили, я вот делаю такие бороздки, палочкой, помидорной палочкой вдавливаю. И делаю там небольшие, у меня вот такая есть штучка, небольшие ямочки. И в каждую ямочку кладу по одному зернышку. Но можно просто россыпью их посыпать, а потом проредить. Но как практика показывает, все-таки по одному семечку, когда мы ложим, качественнее получается редиска. Потому что при прореживании корешки соседних растений повреждаются, она может пойти в стрелку. Все. Потом мы прикрываем землей, но главное условие, сильно землей не прикрывать. Больше одного-двух сантиметров прикрывать нельзя, потому что это будет затруднять всходы. И опять же, она может ухудшить качество редиса, уйдет в стрелку. Я вот так просто их прорыхливаю, все, потом поливаю. Самое главное условие, полить перед тем, как вы положили семена, чтобы они легли в мокрую землю, и полить после посева. Все. Основное это полив, чтобы земля у редиски была всегда влажная. Только тогда вы получите плотный, сочный корнеплод. Если вы упустите с поливом, даже один день она посидит в сухой земле, она может уйти в стрелку. Это культура холодостойкая, морозов не боится. Вот сейчас у нас 5 градусов ночью, 10 градусов днем. Для нее это нормальные условия. Даже если будут заморозки, минус 2, минус 3, она это переживет. Даже росточки, если маленькие будут, они выживут. Больше всего редиска боится жару. Если вы посеете поздно и будет очень жарко, цветушность, она расцветет в стрелку, даст семена. Но можете собрать семена с нее потом. Вот это основное правило, что нужно поливать при посеве. И нужно поливать потом, особенно в фазе формирования корнеплодов. Когда у нее будет 1-2 листа, когда начнет завязываться вот этот красный плодик, нужно обязательно поливать. Вообще ничего сложного в этом нет. Мы за это и любим эту редиску. За скороспелость, за простоту в посеве. Никаких не нужно ни растат, ничего. Посадил семечко, жди урожай. Сейчас в апреле посадили, в средине мая уже будем кушать первые салаты. Все, до свидания. Подробная статья о посеве редиса у меня на странице в Одноклассников. Чернова Ольга, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Всем удачных посевов, удачных сходов. Редиску начинайте сеять уже в открытом грунте. Не бойтесь мороза. Выбирайте скороспелые сорта. Тогда можно вырастить на пустующих местах, где потом будут у вас перцы, огурцы, томаты, все теплолюбивые. Для нее не обязательно выделять отдельного места. Все, всем удачи.